Всем привет! Это курс «Испанский язык с нуля» и на сегодняшнем уроке мы разберём тему прилагательных. Прилагательные в испанском языке ставятся после существительного, не перед, как в русском, а после. То есть, например, интересная книга «Libro interesante», красивая девушка «Chica guapa». И прилагательное принимает ту форму, в которой находится существительное, то есть его род и число. Прилагательные мужского рода заканчиваются на «о», а женского рода на «а». А если множественное число, то добавляется окончание «эсэ». Например, «Чико гуапо», «Чика гуапа», «Чикос гуапос», «Чикас гуапас». Ещё пример. «Коче рохо», «Ропа роха», «Кочес рохос», «Ропас рохас». То есть, от того, какого рода существительное и в каком числе оно стоит, зависит форма прилагательного. Поэтому нужно быть внимательным с родом существительного. Сложная проблема будет проблема «complicado», потому что проблема мужского рода. А вот новая версия будет «версион нуэва», потому что версион женского рода. О роде существительных я рассказывал на предыдущем уроке. Но также есть прилагательные, которые не изменяются по родам. Например, «grande». То есть, прилагательное не меняется в зависимости от рода существительного, с которым оно идёт. Другими примерами подобных прилагательных являются такие слова, как Например, «ховен», «калiente», «интересанте», «эксселенте» и так далее. Например, «hombre joven», «mujer joven». Во множественном числе «hóvenes». Либо это могут быть цвета. «verde», «asul», «gris». Например, «cielo azul», «cama azul». Во множественном числе «asules». Ещё нужно сказать об одной очень важной вещи. Как я говорил, прилагательные ставятся после существительных, но есть исключения. В испанском очень много исключений. Во-первых, числительные прилагательные. Они, как правило, ставятся перед существительными. Числительные мы будем проходить потом, но пока что я дам несколько примеров. «Primero», «primera», «sigundo», «sigunda», «tercero», «tercera». «cuarto», «cuarta» и так далее. Да, я произношу оба варианта, мужской и женский, чтобы показать, что эти прилагательные меняются в зависимости от рода. Во-вторых, прилагательные «hороший» и «плохой», «bueno» и «malo». Они тоже ставятся перед существительным. Ну вот, например, нижний этаж, планта баха. Прилагательная баха, нижний, идёт по всем правилам после существительного. Но вот уже второй этаж, «sigunda» планта. То есть это числительное прилагательное ставится уже перед существительным. Ещё пример. «Плохая слава» – «mala fama», потому что «mala» идёт перед существительным. А вот уже «быстрая слава» – «fama rapida». «Rapida» – «быстро» идёт после. Причём, когда эти прилагательные идут перед существительным мужского рода единственного числа, они теряют одну или иногда две буквы в конце. Например, «primer lugar», «sigun lugar», «tercer lugar». То есть последние буквы мы не произносим. Или «buen momento» – «mal momento». «Buen libro» – «mal libro». С женским родом и множественным числом такого не происходит. Мы говорим «primera casa», «buena chica», «buenos momentos», «malos libros» и так далее. То есть здесь без изменений. Вообще, даже обычные прилагательные иногда ставят перед существительным, потому что тем самым хотят подчеркнуть какой-то смысловой оттенок. Например, «antigua casa» и «casa antigua». В первом случае слово «antigua» можно перевести как «бывший», то есть «бывший дом». Например, «mi casa antigua» – «мой бывший дом». Во втором случае слово «antigua» имеет свое основное значение – «древний», «древний дом». Еще пример. «Gran hombre». «Gran» – это сокращение от слова «grande». Теряются две последние буквы. И второе «ombre grande». В первом случае слово «grande», «grande» в данном случае, переводится как «великий», «великий человек». Во втором случае свое основное значение – «большой», «большой мужчина», да, можно перевести так. Кстати, «grande» – это такое исключение внутри другого исключения, потому что «grande» теряет буквы не только с мужским, но и с женским родом. «Gran hombre», «gran mujer». В обоих случаях вот эти последние буквы теряются, когда прилагательные стоят перед существительным. Вот, но это уже такие более сложные, глубокие вещи. Пока что нужно запомнить, что есть некоторые прилагательные, которые ставятся перед существительными. Не нужно путать «ropa nueva», но «buena ropa». Ну и, конечно, не нужно путать род. Например, «добрый день» будет «buenos dias», потому что «dia» – мужского рода, поэтому «buenas» идет с буквой «o». Итак, на этом все. Увидимся на следующем уроке. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok